Добро пожаловать на шоу Грязь! 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 Я поддалась, и с этого все началось, потихоньку это начало развиваться, развиваться. И потом конечным итогом стало, когда, получается, в 14 лет за месяц до моего 15-летия, моя любимая мамочка меня спасла, посадила меня на лечение. Ты оказалась в компании старше, сильно старше, чем ты. Как ты в нее попала? Как в нее попала? Но как объяснить? То есть это были какие-то люди с твоей школы? Это были мои знакомые, которые жили рядом со мной. То есть я там познакомилась с одним человеком, он привел меня в компанию, и далее все закрутилось. А как вы познакомились с этим человеком? Мы с детства дружили. Ну как с детства? То есть вот за год, наверное, до этого всего мы познакомились, и привел меня в компанию. Такой, давай познакомлюсь с друзьями. А друзья оказались, ну, не очень хорошие. И меня занесло. То есть из компании я потом в любом случае ушла, но... Почему ушла? Ну, потому что, не знаю, мне стало как-то более приятно в одиночестве находиться, этим всем заниматься. Потому что, ну, когда ты находишься в огромном количестве людей, и все это происходит, какой-то был страх еще, то, что это узнают все и так далее. Потом, когда уже страх этот прошел, я начала гулять уже с другими людьми, с друзьями. Я нашла себе очень много друзей классных. Но, как потом оказалось, то, что друзья не друзья, вытащить меня никто не смог. Я почему-то постоянно думала, что меня кто-то вытащит. Потому что на себя я вообще не надеялась. Потому что я знала то, что я не смогу себя из этого вытащить. Я ради себя ничего не сделаю. Тебя спасла мама? Как именно это происходило? Что она сделала? Во-первых, как она об этом узнала? Как она об этом... Ну, мне кажется, она догадывалась. Ну, потому что по мне видно было. Ты жила с мамой все это время? Я жила с мамой все это время, да. Тебе примерно 14-13 лет? Да, но у меня не было такого, что мама меня там отпустит. Туда иди, сюда иди. То есть, с**бывай на неделю куда угодно. Нет, такого не было. То есть, у меня был контроль нормальный. Потому что у меня мама очень заботливая. Она очень контролируется, любит. У меня был очень хороший контроль. Но... Как меня держать под контролем? Вот как меня держать под контролем? И в один прекрасный день она просто ко мне подходит и смотрит. А у меня вот так вот, типа, кровяные потеки под глазами. Вот такие сине-красные просто. От употребления. От употребления, да. То есть, это все, что было плохое в моей жизни, это побочки. Это побочные эффекты. То есть, не было такого, что что-то было плохо из-за чего-то другого. Никогда у меня проблем никаких не было. А потом начались. Получилось так, что она подходит и такая, давай анализы сдашь? Я такая, нет, мама, я не сдаю. Зачем? Я начала. Ты че, какие анализы? Ты меня в чем уличаешь? Короче, начала злиться на нее. Потому что я понимаю, что все, уже конец, п***ец. Уже конец, все, нету пути обратно, потому что она в любом случае поняла. И я на самом деле очень боялась этого. Я очень боялась того, что типа мама узнает, я ее разочарую. Но не могла остановиться даже ради мамы. И она подходит, спрашивает и такая, нет. Проходит какое-то время, я в итоге, она все поняла. То есть, уже без анализов она все поняла. Она нанимает нарколога. То есть, я не лежала в рехабе, я работала с наркологом. Он приезжал домой? Он приезжал домой, онлайн-сессии были. То есть, все очень было комфортно. Как проходила твоя терапия? Что больше всего тебе помогло справиться с этим? Наверное, то, что меня убеждали, то, что это все не нужно. То есть, мне прям каждый день почти толдычили, что это не нужно, чтобы можно было жить, испытывать эмоции, быть красивой. Потому что мне казалось, что я такая страшная без этого всего. А наркотики помогали тебе как-то принять себя? Да, я смотрела на себя в зеркало и думаю, я такая красивая. Именно в измененном состоянии? Да, то есть, я смотрю, я думаю, вау. А меня, я смотрю, думаю, вот это что за лицо опухшее просто, вот эти руки, это ужасно было. А так мне очень нравилось. Ты сидела на... Этот препарат славится тем, что от него худеют, в том числе. И очень многие девочки, входя в зависимость, видят изменения в своем теле. Им нравится, как оно выглядит, именно находясь в употреблении. Было ли у тебя такое? Да, было я после конца употребления, то есть первые месяца два, когда на лечение посадили, я набрала 20 килограмм где-то, плюс-минус. Я весила 72 килограмма. У меня, соответственно, из-за этого у меня началось РПП, булимия очистительная, и оно прошло, получается, только через год, мне кажется. Все это закончилось только через год. Закончилось, потому что вес нормализовался, или потому что терапия сработала, или все вместе? Я помогала моя подружка, она вытаскала меня, потому что у нее в этот же момент был такой же период. Вы вместе употребляли? Нет, мы вместе худели. А, вы вместе худели. Мы вместе худели. Это другая подружка. Это другая подружка. То есть это уже после конца употребления. Она меня вытаскивала, я ее там поддерживала, она меня поддерживала. И мы похудели, но особо ничего не поменялось, то есть все осталось так же плохо. То есть ты худеешь, но все так же плохо. У меня начались компульсивные переедания, я начала обливать, жрать таблетки. То есть, либо ты кушаешь и блюешь, либо ты кушаешь и срешь Одно из двух Давай с тобой поговорим о блогерах Давай С кем ты вообще знакома? С кем ты дружишь, может быть, с блогеров? Дружу, нет такого слова дружу Почему? Ну, нету Ну, вот просто нету дружу Вот у меня есть знакомые, незнакомые И все Среди именно блогеров у тебя не получается построить дружбу Так, у тебя такие люди есть? Я не строю дружбу, я в принципе ее не строю Потому что, а зачем? А как же близкая подружка, которая везде помогала? Ну, уже не строю Ну, уже не строю То есть, я просто стараюсь близко держать, но не дружить То есть, ну, просто еще не перешла, наверное, уровень Может быть, в будущем, но сейчас точно нет Ты веришь женскую дружбу? Какое-то время назад не верила И сейчас, блин Ну, на самом деле, на своем примере даже Я, наверное, просто не способна к женской дружбе Типа, прям к идеальной Ну, потому что я выберу отношения Я выберу, потому что я в приоритете семья, а не подружка Ну, дружба с женщиной, она не отменяет твоего брака, семейности и так далее Ну, да, 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 но если передо мной поставить, типа, подружка условия То, что, типа, либо я, либо это, я скажу, извини Прости, пожалуйста, sorry Такое было? Такое было Такое было Это то, из-за чего вы сейчас перестали общаться? Ну, да, но она не прям ставила условия, но это выглядело так, да Может быть, она просто переживала за тебя? Все-таки вы, правда, мало вместе съехали в другую страну? Ну, может быть, ну, мне кажется, да, она очень переживала Но это как-то не очень происходило, переживание такое То есть больше в негативном ключе Ну, я ее безумно люблю до сих пор, благодарна, но... Для этого выпуска шоу «Грязь» нам пришлось полететь в другую страну И что самое главное для меня взять с собой в чемодан? Может быть, косметика, украшения или наряды? Нет, все это можно приобрести в другой стране Самое главное для меня взять три баночки от GLS Это витамины, первые из которых – это таурин Таурин отвечает за стройность, мышцы и выносливость Таурин – условно незаменимая аминокислота, которая участвует во всех обменных процессах В организме Витамины повышают выносливость организма к физическим нагрузкам Снижает артериальное давление и повышает чувствительность к инсулину Пью его уже больше недели и не прерывала курс в поездке Ни о чем не жалею, моя нервная система намного проще справляется с перелетами, джетлагом и стрессом Вторая баночка, но не по значимости Это мумио, она отвечает за здоровые суставы, сосуды и красивую кожу Мумио положительно влияет на здоровье сердечно-сосудистой системы Укрепляет стенки сосудов и улучшает кровоток А еще ускоряет процесс срастания костей, формирования костной мозоли И заживления поврежденных нервов при различных переломах И третья баночка – это железо фумарат Железо в целом необходимо женскому организму Анемия – штука не очень приятная Головокружение, обмороки, слабость и иногда даже депрессия Все это перекрывает вот эта вот малышка И самое приятное, что именно в этой формуле железо спокойно усваивается Обычно железо мне было очень неприятно пить, потому что мой кишечник чувствовал себя не очень хорошо Здесь такой проблемы вообще не наблюдается Фумарат железо – это биодоступная форма с высокой усваиваемостью Витамины с железом компенсируют естественные потери у мужчин и женщин Хорошо растворяются в желудочном соке, не имея железного привкуса Снижение работоспособности, утомляемость, слабость, головокружение, выпадение волос и ломкость ногтей Все это вам вообще не страшно, если у вас есть эта малышка У JLS большой ассортимент разных витаминов на любые показания Три вида витаминов, которые пью я, порекомендовал мне мой терапевт Ну а если вам необходимо что-то другое, то у JLS огромный выбор всякого, что необходимо вашему организму Витамины от JLS закрывают множество вопросов, но остается лишь один – где их заказать? Озон или Валверис? Ссылочка будет внизу в описании Не болейте! А эта подружка была в период уже неупотребления? Нет, нет Ты была чистая? Вы просто худели вместе? Просто худели вместе, да Вы сейчас поддерживаете с ней связь? Нет Почему? Ну стало некомфортно просто с человеком Почему стало некомфортно? Как сказать? Как есть Я не хочу вообще ничего про нее Брахова говорить, она для меня очень много сделала Она была со мной во все периоды, она меня вытаскивала из всего говна Мы друг другу очень хорошо помогали, но в один момент просто стало некомфортно Я поняла, что ну вот такое вот бывает И для нее дружба была как типа мы живем вместе, просыпаемся вместе, вот это все вместе Я готова к этому, но когда человек не заполняет 100% моего пространства Живем вместе, то есть она жила вместе с твоей мамой и с тобой? Нет, она не жила, но мы типа планировали там съехаться туда-сюда То есть, но вообще это произошло с появлением моего молодого человека То есть у тебя появился парень и вы перестали общаться? Да, мы начали очень ссориться сильно По поводу? По поводу него, то есть ей он не нравился А почему он ей не нравится? Ну то есть какие аргументы были? Сейчас вспомню, подожди минутку Не помнишь ни одной претензии к парню? Нет, я не помню, я не помню Все забыла Нет, претензия была такая, то что все рано Потому что она знает, я очень импульсивная и она это понимает То есть у меня отношения бывали, начинались То есть через две недели общения мы виделись там три раза Понимаю тебя Потому что, ну а что нет, я живу один раз, один Я так замуж вышла, все в порядке Ты замуж вышла? Ты же замужем? Ну я развелась Ты уже развелась? Да, ну вот импульсивность в отношении к этому приводит Ну и в общем, она такая говорила, да вы там разбежитесь через месяц Сюда я говорю, нет, это п***ц, это любовь с первого взгляда Мне 16 лет, конечно же, я буду с ним всю жизнь Ну а что, в 16 лет уже, м***ь, ты вылезешь Люблю тебя Как много таких отношений в твоей жизни было? Как часто ты съезжалась с парнями? Съезжаюсь в первый раз Я никогда, я даже, я у мальчиков-то не ночевала Чтобы жить с парнем, у меня такого не было У меня такого прям не было Чтобы мама была не против, что он к нам переехал жить Что мы живем вместе, что мы спим в одной кровати Извините меня Я не могу при нем даже тиктоке снимать, вы понимаете? Я стесняюсь Я боюсь, я боюсь Почему ты боишься? Почему я боюсь? Да Не знаю Тебе неловко? Нет, не то, что неловко Я как будто боюсь что-то лишнего сказать Он злится А что значит лишнего сказать? Почему он злится? Ну то есть я могу там, я же не думаю У меня проблема в том, что я когда говорю, я не формулирую мысли сначала в голове Я просто ее мочу Поэтому у меня вылетает просто мат Влетают всякие словечки Вылетает все Я не умею держать язык за зубами И проблема в том, что его это немножко подвешивает То есть он хочет, чтобы я контролировала свои действия, свои мысли Что я говорю А я не могу этого делать Ну как идет, так идет Я что, должна что-то это? Сколько у тебя в целом было отношений до Коленьки? Отношений серьезных у меня были, наверное, одни Я думала, что двое, но я что-то посудила Мне кажется, одни, потому что первые они были там в 11 лет Ну тоже в 11, 10 Что за отношения в 11 лет? Я думала, что это были типа серьезные отношения, первые все дела Но в итоге это *** Тебе было 11? Мне было 11 Сколько было ему? По-моему, 15, может, 14 Я не уверена Я, если честно, не помню Как протекали ваши отношения? Очень мило Очень мило, что это значит? Ну, я думала то, что типа отношения это ходить за ручку Вот это все Я не думала, что там нужно работать над чем Тебе было 11 Ну да, я была ребенком То есть я не поняла, что нужно что-то это обсуждать Там все дела То есть он меня поставил на место в каком-то плане То, что я вела себя как хабалище То есть я в компании там ору туда-сюда И он мне в какой-то момент просто объяснил то, что ну это не круто Веди себя поспокойнее Я с этого момента я начала себя вести более спокойно И ко мне начали тянуться люди Но люди такие Типикал, бейсик, бейсик, бейсик А я бейсик, бейсик не люблю Мне нужно что-то хабалиста Короче, я вот в этом закрытом состоянии прожила Наверное, потом еще, может, годика-полтора И потом уже все Началось то есть общение Я вернула свою вот эту вот хабалистость Потому что, ну это моя фишка Это моя изюминка Я могу быть хабалкой Я могу быть афнярой Мне п**ой Это вайб Ты рано начала личную жизнь А что насчет половой жизни? Давай, может, без половой жизни Почему? Я не люблю половую жизнь обсуждать максимально Почему? Это такая табушная тема немножко Почему? На данный момент Ну потому что, не знаю Я считаю, что как-то Так как я несовершеннолетняя, как минимум Я не хочу это никак продвигать Потому что, ну типа Девочки сейчас наслушаются Ой, она рано начала Я тоже могу рано А ты рано начала? Ну, наверное, да Наверное, да Для моего возраста рано, да Это было твое осознанное решение или нет? Просто я тоже рано начала половую жизнь Но это было не по моей воле И я не могу сказать, что это я начала Это осознанное решение Я не могу это вообще никак прокомментировать А писать это, ну вот случилось Ты рано вступила в половую жизнь Это было не твоим осознанным решением Как ты сейчас к этому относишься? Как ты на это смотришь? Я отношусь так, что если бы я могла вернуться назад Я бы не начинала Я бы до последнего просто Табу, табу, табу И потому что сейчас очень много девочек смотрят Типа в интернете Вау, они там живут вместе с парнем и так далее Это бред Это вообще полнейший бред Ладно, живите там с парнем Но когда вам хотя бы, я не знаю, 17-18 лет И то лучше позже, чем раньше Потому что, х**ть, ну это бред Храните себя за последнего, девочки, пожалуйста Прошу вас Потому что, ну это плохо Это плохо Я считаю, что это не очень хорошо А с какими негативными последствиями ты столкнулась От начала ранней половой жизни? Ну то есть, во-первых, были ли у тебя какие-то... Объясню Меня из***ли в 14 И это буквально было не по моей воле И в моем случае я очень боялась вступать в половой акт в дальнейшем То есть у меня были прям физические зажимы Меня это очень напрягало У меня упала, понятное дело, либидо И в целом мое отношение к именно интиму Оно сильно ненормальное Было очень долгое время Есть ли у тебя такая проблема? Нет, у меня не было такого, что зажим То, что нет ни в коем случае У меня наоборот было то, что... Ну, а что терять? Ну, то есть... Ты ушла в обратную? Я ушла, да Ушла в разгул И за 16 лет сколько было у тебя половых партнеров? Я спрашиваю, это не чтобы тебя осуждать Не буду отвечать Понялось? Не буду Много? Ну, я бы не сказала Я бы не сказала Просто не буду отвечать Ты жалеешь о том, что все вот настолько рано случилось? Наркотики, компании, секс? Конечно, я жалею Конечно, конечно, конечно Максимально Потому что это я на тот момент У меня было настолько затуманенное сознание То, что я думала сейчас, типа, я поразвлекаюсь Потом уже не важно То есть у меня на самом деле была мысль, что я умру Я думала, что я умру к 16, к 15 Я думала, что я к этому возрасту И тебе нечего терять Мне нечего терять То есть, да, я могу делать, что я хочу И как я хочу, где я хочу Потому что будущего у меня не будет Но кто знал, то, что повернется так То, что будущее у меня есть, оказывается А как к этому относилась твоя мама? То есть, что она делала, что она говорила Ребенок пропадает много не дома Еще и употребляет Что она делала в этот период? Она, да, она верила мне Она верила мне Потому что я очень-очень много вру И хорошо вру Врала Сейчас я стараюсь с мамой прям честно Потому что она меня спасла Я ей очень благодарна Она самый близкий у меня человек И я очень хорошо умела врать То есть, я умею выкручиваться и так далее То есть, она, ну, она не понимала, что происходит Она не понимала изначально То есть, я самая лучшая доченька Конечно, мама любит своего ребенка Она будет думать, что ребенок самый лучший А на самом деле не самый Я нет, у меня есть старший брат По маме? По маме, да Каких вы отношения? По маме А что значит по маме? Ну, может быть, старший брат по маме То есть, у вас одна общая мама и папа, например У нас общая мама и папа А, и мама и папа А может быть, когда только мама общая Или только папа? То есть, от разных браков, например Нет, это мама и папа Мама и папа Родной А каких вы отношениях сейчас? Сейчас, ну, мы не так, чтобы общаемся Да мы никогда особо не общались То есть, у нас больше на угаре Можем там иногда посраться Раньше мы очень сильно ругались То есть, прям дрались Вы жили вместе? Мы жили вместе, но какое-то время То есть, мы жили так, что он приезжает Мы целемся уже, когда просто пик Он уезжает Потому что взаимоотношения были раньше очень плохие Ну, потому что дети мы были И, конечно, мама, папа Они поделили вот это все Начинается Ну, как во всех классических русских семьях Русских семьях А ты съехалась с молодым человеком На вторую встречу На вторую встречу Как вы познакомились? В инстаграме Он отправил мне цветочки И я повелась Конечно, цветочки Давай встретимся туда-сюда Красивый букет был? Хорошенький, да, розовенький Я не люблю розовый Ненавижу Но очень красивый букет был Еще вонял У меня еще у мамы аллергия на эти цветы Вообще адские были Мне так понравились На вторую встречу Вы съехались Что нужно сделать На первой встрече Чтобы съехаться с тобой На вторую? Понравится мне Чем он тебе понравился? Я почувствовала в нем себя Ну, то есть мы сидим И у нас сразу С первой же секунды У нас коннект То есть я вообще Я что угодно делаю И он с этого угорает То есть обычно Я там что-нибудь подурачусь И на меня могут вот так посмотреть Что? Ну, как бы, что? Это ебаный что ли? А у нас с ним прям словился коннект Максимальный И я уже на первую встречу Я поняла Ну, нет Так не получится То, что типа Он сейчас уедет Мы там больше никогда не увидимся Я поставила цель Уедет куда? Ну, уедет типа к себе Домой Я поставила себе цель Что все Я не отпущу Это мое То есть вот так вот Чем так сильно он тебе понравился Помимо того, что вы похожи? Энергетикой Энергетика Энергетика Чувствуется, чувствуется Сколько ему лет? Двадцать Двадцать Тебе шестнадцать Дорогие друзья Я бы хотела пригласить вас К себе на сольные концерты Которые в этот раз Точно состоятся Мы сделали для этого Все возможное Москва Встречаемся с вами Пятого мая Питер Встречаемся с вами Одиннадцатого мая Билеты можно купить По ссылке под видео Коленька Встречаемся с вами Заверенность Заверенность Заверенность? Доверенность Она доверяет Как ты познакомился с ее мамой? Ты помнишь? Ни одна ситуация вспомнил На самом деле Меня познакомил с ее мамой Ее брат Он тоже музыку пишет И мы начали вместе с ним Тоже немного двигаться Помогать друг другу Так и познакомились Есть такое убеждение Что мальчики Которые выбирают себе В отношении девочек Сильно младше А не сверстниц Не способны построить Отношения со сверстницей Им проще На эмоциональном уровне И на уровне Каких-то потребностей С девочкой младше Как ты относишься К этому утверждению? Я Если честно Мне все равно Потому что Я не особо в это все верю Потому что У меня психологический возраст Но он немножко постарше Мне даже гадалка нагадала Что мне 80 лет По психологическому возрасту Я конечно не особо верю Прям гадалкам гадалкам Но я чувствую себя Намного старше Чем 16 Поэтому я думаю Что в принципе Все норм Все з*** Ты веришь в Бога? Нет Когда как? Ну когда как То есть Если что-то случается Конечно я верю Я просто Я молюсь Ну типа А что еще делать? Как-то решать вопрос? Не, легче помолиться И все само пройдет А ты росла в религиозной семье? Ну да У меня мама верующая У меня мама очень верующая В кого верит? Быта, семьи? А я не помню У меня по-моему тогда еще не было А тебя еще не было? В какой момент мама решила вернуться К прежней религии? Тоже я не знаю Ну типа Это было прям давненько Наверное До рождения меня После рождения брата Наверное Настолько был тяжелый Что решили Религию поменять После рождения брата? После рождения брата? Наверное да Я не уверена Подожди Брат же старше чем ты? Старше, да Сначала брат появился? Потом я Поменялась религия? По-моему да Потом я Потом я Тебя крестили? Да Я по крещению Мария Египетская Потому что Эвелин же нету в этом Как называется слово мне скажите? В этом В христианстве В христианстве нету имени Эвелин Поэтому у меня А ты именно Эвелин А я именно Эвелина Не Эвелина Не Эвелон Не Эвелин Я Эвелин Ты Эвелин Я Эвелин Почему я не познакомился? Кто-то познакомился Я вот Аня Твоя Кольцо Каждый познакомился Я Аня Очень приятно В Бога веришь А в какие-то Сверхетестные силы Второй может быть Демоны Не демоны Верю, конечно Веришь? Верю А как не верить-то Когда такой пи***ц Какой пи***ц? Ну вот такой вот Это все демоны Вокруг демоны Везде демоны Понимаете? Везде Ты ходила к гадалке Она нагадала тебе Что твой психологический возраст У меня мама ходила Она спрашивала Там про меня Туда-сюда И я по психологическому возрасту Бабка У тебя мама ходила К гадалке Почему? Не помню И она часто так делает? Да нет Она раньше Что-то по приколу Так заехала Погадала Уехала А сама-то нет? Нет Я просто на самом деле Я боюсь вот этот оро Вот это все Я очень боюсь Потому что когда я гадаю Происходит полный фарш То есть мне нагадывают Хорошее А происходит плохое Нагадывают плохое А происходит еще хуже Ты же знаешь Как карты работают Что это на самовнушении И как правило С обычными людьми Если ты им говоришь Что все будет хорошо Все так и происходит То есть это просто самовнушение Почему твое самовнушение Работает в обратную сторону? Я не знаю Я всегда себе внушаю Что все хорошо Всегда все отлично Но всегда все плохо Почему-то Ну не всегда, конечно Все отлично Я вообще идеальна Идеальная жизнь Идеально все Сколько вы уже вместе? Два месяца недавно было Мы начали встречаться На Новый год Первого числа То есть вы сейчас приехали в другую страну Вы два месяца вместе Тебе 16, ему 20 Как тебя отпустили родители? Моя мама вообще особо никогда Прям не доверяла моим Так сказать Ухажерам Но вот почему-то Ему она доверяет Она доверяет, мне кажется, на 100% Ну потому что она знает То, что он никогда мне не доверяет Я видела тик-ток В котором ты написала Что твой парень Бухает со своей бывшей Ну был момент Что за был момент? Расскажи об этом поподробнее Ну мы тогда были в разных Я могу, да? Мы были Я могу, да? Мы были тогда, короче В разных городах Он, получается, в Самаре был А я была в Москве И он что-то мне записывает Кружочек То, что он, типа, сидит на хате Со своей бывшей Типа с мамой И что-то они бухают Веселяться Я сижу дома Ну не знаю Как-то было не очень комфортно Знаете? Ну прям не очень комфортненько А почему он попал В такие интересные обстоятельства? Как это? У него надо спросить А почему ты попал В такие интересные обстоятельства? Ну рассказывай Как вышло так Что ты оказался Со своей бывшей На какой-то там тусовке Что-то так получилось? Блин На самом деле Это не бывшая была Просто Это девочка Которая себя так Оппозиционировала со мной Но я с ней был Очень близко знаком Близко знаком В каком плане? Ну в плане Она такая Первая фанатка Такая Самая маленькая Такая подбежала Типа начала Слушать траки Типа Вот И сейчас происходит СВО И у нее как раз Таки Папа Типа Ну Там ранение Какое-то случилось И я оказался В это время В своем городе Ну типа Навестил семью Потому что я был Как бы знаком Близко Типа Маленькая девочка Ей сколько 14 Вот Как бы гуляет Со мной То есть она не твоя бывшая? Да А почему ты гуляешь С 14-летними девочками? Да фиг знает Я себе больше Не позволяю Типа Вот и все Вот и все Вы приехали сюда По доверенности У него есть доверенность На тебя Да Мы сейчас находимся В другой стране Попросили не афишировать В какой Ведь очень непонятно Вы же не понимаете Да, где мы находимся Почему мы находимся тут? Почему вы приехали сюда? Мы подсели на очко Нас выложила Екатерина Мизулина Со словами То, что так Сяк То, что Самое главное Что меня зацепило То, что после слива Было написано То, что я на данный Период На данный момент Выкладываю Такое Я такое Не выкладываю Я никак Это не афиширую Я максимально Это осуждаю Потому что Ну это Я никогда Себя не хотела Приравнить К треш-блоггерам И так далее Потому что Ну я считаю То, что Я буду лучше Как какая-нибудь Эстетик-хайп-герл Меня любят девочки Косметика Обзорчики А не так То, что я Творю трешинину И на этом Типа зарабатываю Какой-то хайп Получается Так То, что Мы видим Этот пост Что было в посте? Я не помню Наизусть Но я помню То, что Прислали видеоматериалы Полный треш Туда-сюда Там-сям И Мы сидим И понимаем То, что сейчас Думают То, что я веду На данный момент Такой образ жизни И на данный момент Я это все Афиширую Выкладываю Пропагандирую А я никогда Этим не занималась Ну чтобы Прям Я вас склоняю Нет Ни в коем случае А куда вообще Шли эти кружочки То есть Они записывались Ты их кому-то отправляла Я в Вот таком Состоянии Я Все это записывала Отправляла Там в избранное Туда-сюда Туда-сюда Там все И просто В один прекрасный день Это все взломалось И все То есть Это всплыло Это полетело Но первый раз Когда это полетело Это было в колледже До этого Это Всплывалось Там в школе Иногда Но это прям редко То есть Эти кружочки были И в школе И в колледже И потом И после твоей популярности Прям не было такого Что Кто-то там может Что-то видел Но чтобы прям Это видели все Как сейчас Не было такого Давай поговорим Про школу Раз уж Что-то Давай поговорим Про школу Где-то училась Я училась Первые 6 лет До 6 класса Я училась В французской гимназии Пиздец Стою там стрелки Стою там стрелки себе На пол То есть Место было ужасное Оттуда Мы забрали документы Ну как забрали Нам их отдали Такие Почему отдали? Ну потому что Я же тогда Уже начинала Это все творить Все дело И по школе Это разлетелось Конечно Обо всем Это узнали И на У нас В начале Директрисе То есть По сути Тебя выгнали Из школы В 6 классе Да Да Хотя по факту По закону Они не имели Права этого делать Потому что До 15 лет По-моему Не имеют права Исключать из школы Крутая школа Блин Вы классные Очень здорово Спасибо Спасибо Я вас помню Гимназия в сердце Что было после гимназии? Куда ты попала? Я попала В обычную Просто школу Это был Лучший Лучший день В моей жизни Потому что Я могла носить Что я хочу Я могла Не знаю Там Проебать Прогуливать То есть Гимназии Один прогул Это все Это пи*** Тебя найдут Убьют Что-нибудь еще С тобой сделают И короче Трешняк будет Много прогуливала? Много прогуливала В обычной школе? Первый год Наверное В обычной школе Нет Я что-то там училась Потому что Мне было легко Там учиться То есть Гимназии Если я была Двошница Трошница Там я стала 4-5 Потому что Ну уровень обучения Был как будто Чуть-чуть пониже Да Но Было мне легко Мне было комфортно Мне было легко Потому что Я могла выглядеть Как я хочу Это самое для меня главное Потому что Если мне где-то Ставят ограничения По поводу ногтей Это внешнего вида Это все Это табу Это прям вообще Я не могу Я хочу выглядеть Так как я хочу Я не буду Кого-то слушаться Никогда В плане внешнего вида А почему именно Такой образ? С какого возраста Это началось? Что-то такая Длинные ресницы И очень длинные ногти Хочу Изначально Я такая Я делала вид Что я панкуха Что я слушаю рок Я вот эти Все в шипах Думаю Вообще я рок А я слушала Пошлую молли Я слушала Пошлую молли И считала Что я прям Тру рокерша Метал Туда-сюда Но Мне просто Очень всегда Меня привлекало Вот это все Темное Нефорское И В 13 Вот 14 лет Был пик У меня были стрелки На все лицо Ногти 11 сантиметров И я ходила Думала Ебать Я крутая А потом Это как-то все Подутихло Немножко То есть сейчас Мы видим Подутихшую Это сейчас Это очень сейчас Тихо Это сейчас Спокойная леди В школе В некоторых случаях Такой внешний вид Говорит о том Что у девочки Комплексы Ты согласна С этим утверждением? Нет Нет Вообще нет Я себя любила Я себя очень любила Тебе нравилось Твоя видность? Да Я всегда себя любила У меня вот Недавно Наверное Относительно Появились загоны То что там Жир Не жир Синяки Не синяки Но в тот момент Я считала Что я идеальная А как же период Когда ты употребляла И ненавидела себя Как это варьируется? Но Это как сказать-то То есть я же В основном была Под всем этим делом Я считала То что я самая лучшая Да Если считать Говорить про внешность То когда я умоюсь Там посмотрю на себя Ну нормально Но можно лучше То есть можно лучше А когда уже Начинается период От ходоса Так сказать Ты уже себя ненавидишь Ты себя прям ненавидишь Очень ненавидишь Но именно Когда я в образе Когда я все Я считаю Я крутая Я вообще самая лучшая Да Многих девочек В этом юном возрасте Случаются половые контакты За дозу У тебя такое было Пропустим этот вопрос Я поняла Как у тебя С общением С одноклассниками Складывалось У меня никогда Не было проблем С общением Потому что я была Всегда самая веселая Самая позитивная То есть Угарная Я люблю поржать Над собой Потому что Над собой не поржешь Все остальные поржут Ну то есть Я прям такая Ну я всегда была На самом деле Клоуном Мне кажется Но клоуном Не в плохом плане То что типа Фу Ржите надо мной А клоуном В плане того То что ну Можно со мной поржать Можно надо мной поржать Вместе надо мной поржем Ничего в этом такого нет То есть В общении у меня Все было нормально Да В основном Учителя в обычной школе Или одноклассники Замечали что ты В измененном состоянии Ну Мне кажется Замечали близкие Одноклассницы С которыми я близко общалась Они замечали А так нет Вы это обсуждали? Если честно Я не помню Но Я обсуждала По-моему После того Как это заканчивалось Потому что В период Я старалась Это же все скрывать Потом Когда уже под конец Это в открытую было Я говорила Так-то-так-то Там я показываю Что-нибудь Туда-сюда Туда-сюда Я показываю Что-нибудь Я не скрывала Уже последнее время Со стороны человека Который был в употреблении В юном возрасте Какой совет Ты можешь дать Девочкам Которые Во-первых Тоже находятся В таком же положении Как и ты Когда-то И второй совет Это совет девочкам Которые дружат С такими девочками То есть Возможно Как-то Одноклассница Может действительно Повлиять Возможно Близкая подруга Может что-то важное Сказать Или что-то сделать Вот что Ты могла бы Порекомендовать Девочки Которые употребляют На данный период Не надейтесь Не ждите Что вас кто-то Вытащит Потому что Вы можете Ждать 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 И не дождаться Вы можете Не дождаться Берите Типа себя За яйца Девочки Берите себя За яйца Отраститесь И яйца Берите И понимайте Либо это закончится В один прекрасный момент Смертью Либо это закончится Так То что Потом Дай бог Как-нибудь Выберетесь Но это будет Проблемой На всю Будущую жизнь А те Кто дружит С подобными Людьми Я вам советую Сдайте их В наркуху Нет Не обязательно Сдавать В наркуху Но постарайтесь Им помочь Постарайтесь То что вы будете Им говорить Вдалбливать В голову Все это плохо Это не надо Вы ничего Этим не добьетесь Вы можете добиться Того Что человек Просто скажет Я выбираю не тебя Я выбираю употребление То есть Аккуратненько Как-то подходите К этому Но старайтесь Вытащить человека Главное Сами не утоните Ты даешь Рекомендацию Сдать в наркуху Ты сама Лежала В лихабах Нет У меня был Нарколог свой На самом теле Мне никто Не помог Кроме мамы У меня были друзья На тот момент Которые типа Либо мы Либо там Это Давай пообещай Нам Ну конечно Я обещала Но конечно Я этого не выполняла То есть Единственный человек Который меня спас Это моя мама Моя мама Святая женщина Я готова это повторять Всю жизнь До конца своих дней Кроме нее Мне никто не помог Как именно Проявлялась ее помощь Она Наняла специально Обученного человека Она была со мной В это время Еще со мной была Моя бабушка Это вообще Святая тоже Женщина Она меня поддерживала То есть Не было такого Что меня чмылили за это Не было этого Меня поддерживали Они понимали то Что я болею Это болезнь Это в первую очередь Болезнь Они понимали то Что я болею И меня нужно вылечить А не то Что я дура Там конченная Меня нужно в утиль пустить Сколько ты сейчас Уже не употребляешь? Два года Почти два года По-моему два года Можно я посмотрю? Да У тебя есть календарик? У меня есть календарик Да У меня отсчет не идет Один год И девять месяцев Один год Девять месяцев Ты чистая У тебя были сливы? Сливы? Сливы были Ты ни разу не срывалась? Нет Хотелось? Хотелось Конечно хотелось Всем хочется Это же Это болезнь Которая остается с тобой Всю жизнь Ты всю жизнь с этим живешь Тебе всю жизнь У тебя есть эта мысль Но Выбор делаешь Либо да Каждый день Либо живешь трезво Либо ты идешь И это конец На эту хуй Ты идешь И все Пиздать Как ты думаешь Ты еще вернешься К употреблению? Нет Пока у меня есть мама Точно нет Потому что Ради нее Как минимум А так Если вдруг что Не дай бог Я думаю Нет Я думаю Я не сорвусь Как поменялось Твое окружение После того Как ты завязалась С наркотиками? В моем окружении Осталось Пару человек Наверное То есть у меня Были компашки Я тусовалась Я была знакома Со всеми Там 100 человек 50 человек 70 человек Без разницы Но в момент Когда все это закончилось Со мной осталась Моя подружка И мой лучший друг Все И это люди Которые не употребляли? Нет Никогда Никогда вообще Ты пьешь алкоголь? Я стараюсь Ну типа Я могла раньше Выпить там На праздники На новый год То есть я к алкоголю Всегда довольно Отрицательно подходила Потому что Ну мозг же отмирает Я потом его высылаю Извините Я не хочу отупеть Я и так Ну не блещу мозгами Да Да К алкоголю Я отношусь Прям отрицательно Прям отрицательно Отрицательно Я могу там На новый год За компанией Но Чтобы пить без повода Это я не знаю Что должно случиться Потому что Алкоголь Это прям Твои родители Может быть Были каким-то примером Ты видела их употребление Или что-то подобное Нет У меня мама Не пьет Не курит Типа Типа У меня мама Не пьет Не курит Она не ругается Матом То есть Она очень Правильная Максимально правильная Я не знаю Как такое отродие У него получилось Конечно Но я исправляюсь Может быть Папа Давай поговорим о нем Давай поговорим О папе Ты росла с отцом Я росла с отцом Да До пяти лет После этого момента Его не было в моей жизни Я не поддерживаю С ним связь Сейчас Ну то есть Я могу там написать Иногда что-то Где-то Мы можем Обменяться Сообщениями Но это только Недавно появилось Вот 11 лет Я была без отца 11 лет Он сам не появлялся В твоей жизни Или ты не хотела Он звонил Иногда на день рождения Но я не разговаривала С ним Почему Ну у меня как будто Была обида У меня была даже Ненависть отчасти То что Почему у всех есть А у меня нет А потом я поняла То что у большинства Тоже нет И как-то не так обидно Стало что ли Ну нет Я просто поняла То что А что злиться Ну вот так судьба сложилась Что обоссаться что ли Теперь Позвонила Взяла яйца В кулак свои Позвонила Папа че как Все нормально Пообщались Все хорошо Какой он человек Папа Хороший Ты больше похожа на папу Или на маму Я наверное В перемешку Вот прям И оттуда И оттуда Но у меня брат Очень на папу похож Папа он у меня Такой Он очень общительный Он очень веселый То есть он на угаре На приколе А мама более на серьезном Но она тоже на угаре На приколе может быть В пять лет Он уезжает В какую-то другую страну В другой семье У него другая жизнь Он как-то позаботился О финансовой составляющей Вашей семье То есть Алиментов не было Но он оставил все Он оставил все Что у него было То есть Все деньги Все недвижимость Все он оставил Он уехал Считай ни с чем У тебя было богатое детство Или бедное Ну я бы сказала Обеспеченное Нормальное Да У меня все было Я посмотрела Очень много стран Меня мама везде Даже когда папы уже не было Мама меня везде возила Она оформила У меня такое детство Какое еще никому Не оформляли Ну то есть У меня было идеальное детство В каких странах ты была Я не перечислю Наизусть Ну Франция Как минимум Испания Эмираты Кипр Это город Или страна Греция Вот это Кипр Да Родилась ты не в России Родилась не в России А где? В Ницце Во Франции Сколько ты там прожила? Мы там прожили По-моему Год после моего рождения По-моему Мама жила там Вместе с папой Да Мама жила там Вместе с папой Вообще Получилось так Что мама просто беременная Поехала путешествовать То есть Я пока у нее в журнете была Я и в Америке побывала И везде побывала Но рожать она полетела Именно в Ниццу Потому что там был Очень хороший роддом И она решила А что бы нет И я такая Просто было бы странно Если бы у меня в паспорте Было написано Я не знаю Хабаровск Я ничего не имею против Хабаровска Хабаровск я с вами Но я бы хотела Чтобы у меня в паспорте Все-таки была красивая надпись Спасибо маме Красивая надпись Дает тебе два гражданства? Нет Мы не получили гражданство Почему? А вот не знаю Вот так получилось Вот так жизнь сложилась Я не могу дать точный ответ То есть ты гражданка Только одной страны? Да Да Где ты проводила лето? Ну обычно То есть большую часть лета Это Москва Самара Чуть-чуть Почему Самара? У меня папа родился в Самаре И мама родилась в Самаре Там бабушки и дедушки? Бабушка, да То есть я ездила обычно на лето К бабушке В Самару я ездила Но не на все лето На большую часть И какую-то там недельку Две недельки Куда-нибудь мы там слетаем Куда-нибудь слетаем Это куда? Ну как пойдет Куда возьмут? Ну в основном вообще в Турцию Мама у меня очень любит Турцию Я ненавижу Турцию всей душой Я прям не люблю ее Потому что она не наступила Что тебе там не нравится? Мне все там нравится Но я там была раз 30 Ну не меньше Я была там раз 30 Потому что мама если куда-нибудь Я такая Может полетим куда-нибудь Я не знаю В горы Куршавель Франция Она такая Нет В Турцию Моя любимая Турция Вот это вот А я прям ненавижу Поэтому Что вы делали с мамой в Турции? Купались Загорали Отдыхали Как будто бы нет Как будто ты не все рассказываешь Да нет Правда все Правда все Да нет А что с мамой-то делать? С мамой только загорать на пляже Вот 24 на 7 Потому что это вот это вот Когда ты хочешь остаться в номере И тебе говорят Нет Мы идем загорать Когда ты еще загоришь Вот То есть ты сидишь 24 на 7 Пока ты не сгоришь Ты лежишь вот так вот Потом переворачиваешься Еще так лежишь Пока не стемнеет Как стемнело Вы идете жрать Папа 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 Папуля Вы встретились Потому что ты ему позвонила Да Я ему позвонила А он Да Я ему позвонила Такая Че как Ах, меня, конечно, пробило на слезы, я рыдала, как тварь вообще адски, но он сказал, короче, что он сказал-то, блядь, сейчас вспомню, что-то роднулечка моя, кровинушка, и все, меня понесло, я рыдала потом, наверное, весь день, я не знаю почему, то есть я не слышала его голос, ну, больше 10 лет, наверное, я не слышала его голос, и он как заговорил, и меня как пробрало, и он предложил встретиться, то есть тогда-тогда я буду в Москве, давай увидимся. И прошло с этого момента сколько? Три месяца, по-моему, ни слуху, ни духу, и он пишет, он звонит, а я сижу уже в колледже, и он мне звонит, и такой, типа, я сегодня буду, давай там, а я сижу в *** просто, я побегаю с пары, у меня вот так руки, мы увиделись, было *** дата. Что делали? На шопинг пошли, купил мне шмоток. Каких? Юбку купил, пиджак купил, штанежки купил, топик купил, и накормил. Еще туфли хотели, но магазин закрылась, ночь была на дворе. О чем разговаривали с отцом? Я *** любовалась с тиктоком. Я такая, а у меня там, у меня сколько, 300 тысяч было, по-моему, это причем было пару месяцев назад, типа. Я такая, у меня 300 тысяч в тиктоке, а он как крутой, такой, 300 тысяч, до хрена. Я ему даже, по-моему, не сказала, что у меня лям. Я хотела на лям, типа, позвонить, папа, у меня лям, потому что он радовался, он постоянно об этом говорил, то, что *** ты крутая, ты вон что можешь знать, что интересная девушка. То есть он меня закомплиментил, то есть мы прям общались, как будто мы не виделись, типа, 10 лет. Было такое, то, что мы увиделись, как будто вчера мы только ходили, там жрали куда-нибудь, я не знаю. Папа, получается, поддерживает твое творчество? Папа все поддерживает, это же папа. А мама? Мама тоже. Она просто очень волнуется по поводу там лишнего не сказать, потому что она очень переживальческая такая женщина, девушка, дама. Но это интернет, что поделать? Тут в любом случае все уже все знают. Ты пришла на шоу «Грязь», поэтому я не могу не спросить. На тебя писали, какали? Бл***ть, Коль, на меня писали, какали, можно я не буду? Почему ты все спрашиваешь у Коли? Потому что он мой мужчина. И он когда разрешит, тогда я и буду говорить. А почему сама не можешь? Ну, потому что он ответственный за меня, понимаешь? По доверенности. По доверенности, да и без доверенности в любом случае. Потому что он же со мной встречается. Ему со мной встречаться. А я тут такие вещи говорю страшные. Ты два месяца вот назад жила без него. У кого ты спрашивала разрешение? Ни у кого. У мамы. У мамы. Иногда. Так что-нибудь бывало. Можно я думаю это? После твоего слива тебя сильно ассоциируют с трэш-блогерами. Как ты вообще к ним относишься? Негативно. Негативно. Ну это пи***ц. Вас смотрят дети. Вас смотрят дети. Когда вы делаете полный пи***ц на камеру, вы должны понимать, что какие-нибудь дети это увидят. И такие. Популярность. Подписчики. Фанаты. И начнут делать то же самое. Потому что ну кто этим занимается, они не несут ответственность за себя. То есть они не несут ответственность за свои действия. Они не понимают, чем это может вылиться. Потому что я очень боюсь того, что я очень много матерюсь. Я не могу с этим ничего сделать. Это моя фишечка. Но у меня есть осознание того, что дети насмотрятся. Могут девочки маленькие. Все эти такие. Фанаты она матерится. Я тоже сейчас пойду туда-сюда. Там всем как это. А это не круто материться. Это язык дьявола в конце концов. Это нельзя вообще материться. Да вообще пи***лся. Кто твой любимый трэш персонаж? У тебя есть такой? Меня захейтили за то, что я фанатела по Сплитике. Ты фанатела по Сплитике. Но я не фанатела по Сплитике. Я фанатела по Пусси Герл. Не прям фанатела. У меня прикалы. Я ее смотрела. То есть это было... Кто такая Пусси Герл? Это Сплитика. Сколько лет назад? Боже мой. Сколько лет назад? Пару лет назад. Три. Пару лет назад. Сколько-то там лет назад. Она была под другим ником. Я ее смотрела, там просто были всякие такие неординарные, нефорские моментики, что-то прикольчики какие-то, не помню, что там конкретно было А сколько тебе было лет? По-моему, 14-13, может, я не уверена в этом, вообще не уверена, я не помню То есть, по сути, ты выросла на младшей версии сплитики? Ну нет, я не так, что прям фанатела, я смотрела, мне нравилось, просто мне прикалывала ее подача То есть она на тот момент не творила трэш А что она делала? Она просто снимала какие-то видосы странные, не помню, у меня не отложилось это в голове Но что-то было, короче, всплыл видос, где я на концерте, пошлой Молли как раз-таки Я ее встретила, я еще говорю, ааа, pussy girl, и там типа видос, я ее щечку что-ли поцеловала, блин И это всплыло, и все-таки, она была фанаткой сплитики, понятно, почему она трэш-блогерша Я не была ее фанаткой, мне она нравилась, да, но она не вела себя как сейчас Ну типа сейчас это полный, я такое вообще осуждаю максимально Я хочу быть эстетик-блогершей, не видите вот этого в интернете, когда кто-то живет прокладку, блядь Пожалуйста, я не хочу это видеть Я ничего против не имею, ешьте свои прокладки, но не показывайте это мне, пожалуйста, и детям Ладно мне, но не детям Ты сама себя можешь называть трэш-блогером? Нет Как ты относишься к тому, что тебя такое считают? Негативно, мне обидно, мне обидно, я хотела быть типа, как Валя Карнавал, я хотела петь на детских утренниках План был такой, специально, да Да, план был такой, Валя Карнавал, детские утренники, мы все счастливы Как ты думаешь, что тебе нужно сделать, чтобы отмыться от этого образа? И есть ли у тебя вообще желание? Или ты рассчитываешь, что пройдет время? Пройдет время, все забудут? Ну, конечно, никто не забудет, но забудут, забудут все Как у Астер забыли, сейчас же никто об этом не вспоминает Всем п*** просто стал, на самом деле, мне кажется Ну, типа, я жду, пока всем станет п*** на это, или просто как-то забить что-то всем бошки чем-то другим Потому что это п***, если честно Очень большое количество медийных девочек сильно стрельнули с момента слива какой-то п***ушки Ты не исключение Как ты считаешь, это хорошая стратегия для продвижения? Или все-таки н*** почему? Ну, я думаю, я бы и без этого смогла Я бы и без этого смогла, потихоньку, помаленьку, но я бы смогла А так это мне просто подбавило немножко негативчика И немножко звания трэш-блогера Вообще к женщинам относишься? Ты чувствуешь какое-то соперничество? Начинается трэшняк, начинается трэшняк Конечно, соперничество я чувствую, но соперничество не в том плане, что, б***ь, чё она такая п***а, а я такая х***а, ладно, типа, фу, я ее ненавижу, нет, б***ь, крутая, прикольная, б***ь, вот тоже хочу такой быть Ну, типа, нету такого, что б***ь А у твоего парня есть подруги? У моего парня есть подруги? Ну, что ты у него спрашиваешь? Ты, ответ, сама Нету? Подожди, я тебе не знаю У меня так же, как у тебя, типа, это работает Типа, знакомые и незнакомые Да, у него то же самое, что у меня знакомые и незнакомые, а дружбы нет Так, мы там, как... А о чём ты пишешь музыку? Посвящаешь ей песню? Ну, один трек есть с нового альбома А давай послушаем Давай послушаем Ну, вообще, можно, чё нет? Да, давай Ну, давай, показывай свои демки, включай свой рэп Такие уютно-семейные, прям, да? Не переживай, мы его вылечим, это лечится, это лечится Он перестанет читать рэп, всё будет хорошо Я люблю Это закончится, это закончится Я люблю Это прекратится, не переживай Ты возьмёшь у меня интервью тогда? Да Прямо сейчас Я буду твоему интервью Это наоборот Ну, давай наоборот сделай Ты хочешь взять у меня интервью? Да Давай прямо сейчас А как давно ты занимаешься музыкой? Да чё ты года два, по-моему Года два Ты всё делаешь сам полностью? Ну, да И пишешь сам? Ну, так прикольно Какие у тебя творческие планы в твоё будущее? Ну, какой-то стилёк обязательно попадёт в мою голову И он всём зайдёт И ты станешь рэпером? Ну, типа того Ну, я уже как бы Джанк, типа вся фигня Вэй, бэби джанк Что такое джанк? Джанк это такое, знаешь Объединение джанков Типа Джанков много Вот Это добрые такие человечки Которые пишут треки Но они выросли в полной грязи Типа Вот Я желаю, чтобы точно взорвало Чтобы у тебя всё было хорошо Мы обязательно оставим ссылочку На трек И в целом на музыкальную карточку этого артиста Приятного вам прослушивания А отношения с Эвелин Это вот какие отношения в твоей жизни? Ой, да какой-то вообще Я не знаю Как это вообще? Ну, типа сразу жить вместе Типа чё? Может по счёту? Ну да, я это имела виду Но если тебе хочется об этом Давай об этом Считаю Ну короче У меня была единственная такая бывшая Типа С которой были прям серьёзные отношения Они, кстати, тоже альбом выложен Да уже Верни мой вайб называется Ну Типа я ухожу от девочки В музыку И говорю Давай встретимся через год Вот Но Через год она не дождалась Вот Я, короче, всё Вайб свой вернул Вся фигня Я тоже не дождалась Блядь Вот Вот мужики пошли Хуща год Подожди Я трек попишу Потом вернусь Нормально, да, Коль? Заебись Заебись А сколько ей было лет? Кому? Твоей бывшей девушке Это не Вы про кого конкретно? Про который альбом? Про который альбом Да-да-да Да я уже не помню Мы где-то Не знаю Года два-три Не вместе Вы можете и восемнадцать Уже есть Здорово Да у нас разница в год типа была Поэтому А почему с Эвелин Тебя вообще не смущает её возраст? Всё-таки Ну ей шестнадцать Ну не я инициатор Типа Это я его заставила Это же ты написал ей в инстаграме Отправил цветы Я просто дружить хотел Чё там? Ну как бы Ну всё понятно и так Ну типа Шестнадцать лет девочке Классные фотки Это действительно странно Это действительно странно Что ты не с ровесницами А с девочкой сильно младше тебя И это вызывает вопросы у общества У меня кстати тоже Я встречался и с ровесницами Типа и с младшей Я не знаю на самом деле Ну Мне большая душа типа нравится Задать такое Енина Ебенина А имя какое? Прости Аня Аня А год? Мне двадцать один год Клёво Все твои вопросы А Я уже Я же Понял Да Это был вопрос Я уже вопросы начал задавать Блин Я сейчас по жести Можно Да Да Ну во сколько ты потерял девственность? Меня изнасиловали в четырнадцать А по чьей инициативе? Ты где-то гуляла Возможно ночью Типа Где-то оставалась Нет Я встречалась с мальчиком Мы были у него дома Неоднократное количество раз И в один из них Меня изнасиловали А на сколько лет он тебе был старше? Мы были ровесниками А почему ты Приняла это за насилие? Возможно ты была откровенно одета Так Такое тут не говорить Я понимаю твои совковые принципы Коль тебя возненавидит Весь интернет Нет, подожди, подожди, подожди Коля такой не х** Не встревай Родная, родная Не встревай Он сейчас начнет гасить Это же ну Все? Да не надо Ну смотри Я не была в откровенной одежде Почему я думаю Что это все-таки изнасилование Потому что я сопротивлялась И просила остановиться А меня как бы Ну удерживали Поэтому думаю Что все-таки это было изнасилование Думаю Что все-таки не спровоцировало Так вы же встречались Почему такое вообще допустилось? То есть ты считаешь Что если женщина Находится с тобой в отношениях То она не может тебе отказать Это невозможно У вас до этого был половой акт? Нет Или это был первый? Это был первый Я считаю Что есть возраст согласия И все-таки стоит до него Дотерпеть Потому что ранний половой акт Он не несет за собой ничего Кроме психотравмы Ребенок себя в этом возрасте Еще не может До конца понимать Чтобы быть до конца согласным С тем, что с ним происходит Это может нанести психотравму Которая в дальнейшем Может перерасти во что-то Очень глобальное И нехорошее Поэтому все-таки возраст согласия Существует не просто так Я считаю, что в моей ситуации Это было крайне рано И я, конечно же, об этом очень жалею Как у тебя после этого Первого раза пошла половая жизнь? Ты начала? Мы остались с этим молодым человеком В отношениях Нет, он не давал мне с ним расстаться Он приходил ко мне домой Он угрожал зарезать меня Он меня бил Он был психом? Ну, в том числе Он был в целом на учете Но об этом я узнала впоследствии И когда вы расстались с ним? Мы расставались несколько раз Более того, я уезжала в другой город На несколько месяцев Чтобы с ним не видеться Потому что он меня преследовал И в сумме это, наверное, продолжалось года два Вам было по 14? Вы уезжали только друг от друга из городов? Не, я уезжала с родителями То есть у нас есть дом Я уезжала в него на несколько месяцев Потому что он меня преследовал У тебя остались от этого травмы? Ну, в какой-то степени, да И ты решила травмы свои заглушить? Нет Я пошла в психотерапию в 16 лет Я занималась своим психологическим здоровьем Очень плотно В том числе и вот этой ситуации Наркотики были в твоей жизни? Нет На тебя писали? На меня нет, но я однажды да На тебя какали? Нет Тебе в рот харкали? По-любому была когда-то какая-нибудь подружка Вот что-то такое по-любому было Сколько у тебя было половых партнеров? В районе 7, может быть, 8 человек У тебя еб***ь Ухажаем на 2? Да, без моей воли Но это случилось неожиданно Прям в попу? Прям в попу очень не понравилось Было еб***ь Больновато, да? А тебя? Не было такого Я очень не рекомендую Видимо, было котик Не было, не было Ну не рекомендую Никого не рекомендую Да, я тоже никого не рекомендую Намного Да-да-да Тебе вылизывали пятки? Да Кто? Один из бывших партнеров И че? Кайф? Мне не очень понравилось Жаль Ну не помню Были интересные фетиши А у тебя пятки были Пошелушеные? Или это, такие Нет, нет, хорошие Хорошие, смачные? После калитюра Заебись Ты сказала, у тебя интересные фетиши Расскажи о них Когда я тебе такое сказала? Только сейчас В диалоге А ну все про партнера То, что у него были Нет, нет, нет У него были интересные фетиши А у тебя какие фетиши? Нет, нет, фетиши Вообще тебя ничего не возбуждает, да? Не то, что бы они возбуждают У меня нет ничего Экстравагантного Аа Ты когда-нибудь получала оргазм? Однозначно Каждый раз Когда я вступаю В половую связь Я преследую Именно эту цель Если я ее не достигаю Я очень расстраиваюсь Но ты сказала Каждый раз Да То есть Есть моменты Когда ты не достигаешь Их было очень мало В моей жизни Очень мало Именно все, что идет В сознательном возрасте Практически всегда да Последний твой раз Был сарказмом? Да Или сарказмом? Сарказмом! Сережку задрял! Блин, свадь Тот точно был сарказмом Запомнил на всю жизнь Ты ебал с незнакомыми людьми? Было такое, что мы знакомы были с утки Или второй день знакомства Утки? Утки В ваших отношениях присутствует насилие? Нет Ну Нет Один раз он мне п***ал за стакан Но все нормально было Задело Что значит задело? Душу задело Он тебя ударил? Ну так чуть-чуть Нормально просто Дружеская, братская пощечина Ну как это вообще происходило? Эвелин мне эти пощечины делала Да Я его сама И это И он меня тоже начал Ну я меня приколол Когда он так что-нибудь Оп-оп-оп-оп Ой, прости, Аня Ну тебе показала Ну прости, пожалуйста Извини Короче, я Чё-то там при***зну его писать Типа, а чё При***ни меня При***ни меня П***ни меня Да Короче, ну типа П***нул Больше не хочу Спасибо Ну типа Ну типа она идёт Такая Со стаканом Да Вливает его на меня И он мне как вхуарил Не, не кулаком Типа Да нет Вот этим Ладошечка Да, въебал Я стакан разбила Ничего Потом собрали Нету насилия Всё нормально Только если с моей стороны Чуть То есть вы полностью довольны Своими отношениями Да, мы счастливы Да, подраться в кайф Да, ну делёмся иногда Ну типа не так, что Д**им друг друга А делёмся Типа там Ну вот так Типа тегрят У нас жёстко Да, да Мы тегрят Мы тегрули Да, мы жоба львы Думаешь, дело в этом? Нет Нет Ну нет А чё ты такая львица? Ну просто мяу Вы два месяца вместе Да Вы планируете детей в будущем? Лет через 30 Чё? 20 Чё? Чё? 10 Чё? Не планирую? Мм? Не планирую Что? А что ты говоришь? А что ты как-то хочешь? Через час Не Я не хочу Колинка Я ребёнок А у тебя Ну серьёзные намерения на Эвелин? У меня на всё серьёзные намерения Угу Угу Когда кольцо? Ну вот у меня есть одно Есть второе Да Так, как пришло ваше знакомство с мамой? Ты помнишь вообще? Вообще нет Мы не помним У нас как-то это вообще Нахуй Да? Бля, я не знаю Мы не помним Ну типа ничего такого не было А ну чё, я ей снег начинаю помогать чистить чисто по КД А он снег хуярит Типа, ну да Она мне за это там респект кидает Типа И всё заебись И этого было достаточно, чтобы ты переехал в её дом? Нет, конечно В общем, просто моя мама изначально вообще Коленька, Коленька Ну то есть он ей понравился и этого достаточно, чтобы типа можно к дочке То есть когда ты уверена в человеке, то можно Она уверена, я думаю Потому что если бы она была не уверена, она бы меня не отпустила типа с ним в другую страну У меня зависимость от музыки чисто Я постоянно, постоянно что-то пишу, постоянно пишу текста Я всё готовлю и в один момент всё это дрохну А ты ничего не употреблял никогда? Нет, конечно Не, ну было, конечно Я просто, ну, ознакомилась с твоим музыкальным репертуаром И там очень большое количество произведений посвящено именно этой теме Это модно, вы не понимаете? Откуда черпаешь вдохновение? С запада С запада Там вот все употребляют, а ты не употребляешь Ну нет, конечно А зачем мне повторять за кем-то вообще? Там все употребляют, почему должен я употребить? Музыку можно писать без употребления Ты никогда не связывался с наркотиками? Я же сказал, связывался, конечно Когда ты последний раз употреблял? Бать гасит Считай взгляд Твои ноготочки Когда я музыку чисто питаю Слушай, я тебе не очень верю, честно тебе скажу У меня есть некоторые сомнения, да? Ты тоже не договариваешь много чего Да, думаешь? Да Что же я там не договариваю? Ну ты в таком явно на камеру не признаешься В каком? В каком? Что? Не, я никогда ничего не нюхала Абсолютно ничего Я могу тебе поссать вот каждый день в месяц Ты не увидишь там ничего В общем, я 10 лет занимался этой командой кикбоксингом Типа выиграл Рашку Типа чемпион России, вся фигня Вот На самом деле спорт дает свое Ты от этого растешь, как во всех планах Типа не только физически, но и вообще в принципе морально И у тебя начинается получаться во всех делах Вот занимайтесь спортом А употреблять плохо Я пару раз попробовал, не понравилось Сколько лет ты занимался спортом? 10 лет Ну, типа до 16 Почему остановился? Потому что я понял, что спорт не приносит деньги Как бы денежку хочется Потому что я не... Сори, я тебя начинаю крутить Сука Сориан Крути себя, крути Короче, захотел денежку и просто начал работать Типа нашел работу А кем работаешь? Сейчас я занимаюсь всякими криптоинвестициями Вот А ушел в работу, на тот момент пошел Меня позвали в детский квестик Типа Gravity Falls Я там аниматор, фотограф Типа Вот И с детьми, короче, игра Ну Нахожу, допустим, самого Такого зажатого и выжимаю его Чтобы он после квеста выходил Вот Какую-то такую социальную роль выполняю Выполнял, блин Потом меня уволили Потому что я начал там больше всех денег зарабатывать Типа Потому что я еще на фотике, типа Вот И все бы завидовались Уволили меня Потом я полностью ушел в музыку Ты занимаешься музыкой А ты планируешь как-то помогать ей с музыкой? Блин, ну конечно, у нас уже трек один На подходе Уже есть? Нет, он на подходе Мы демку пока что не можем показать Почему? Потому что ее не она Все, она на мать Да, это грубчик И вообще В целом будет такой Пиздатый трючок Давай поговорим с тобой про Крипту Насколько серьезно ты этим занимаешься? Вот у меня есть Множество знакомых мальчиков Которые на этом хорошо зарабатывают Но они посвящают этому буквально весь свой день Как много ты работаешь? Ну на самом деле работы очень много Спасибо моему учителю Математике Ларисе Ивановне За то, что научила меня математики Лариса Ивановна, салам! Много времени тратишь? Я работаю в долгую И поэтому То, что наработал Непрерывные работы У меня сейчас вылезает И в свободное время У меня все равно есть заработок Сколько ты можешь сейчас Заработать в месяц На крипте? Ну лямчик типа В месяц? Да Может 8 тысяч баксов На что тратишь? На нее А сколько ты зарабатываешь? Я не знаю Почему? У меня нету денег своих Как это? Не вовсе Все оплаты за рекламу Поступают тебе на карту? Ну да Почему? Ну потому что я вывожу это сразу в эти В местную бумагу В какую местную бумагу? Валюта Валюта Страны, в которой мы находимся Ты имеешь в виду? А как было в Москве? У меня все было Вы планируете выступать С вашими музыкальными композициями? Конечно В Москве? Конечно А как думаете пропустят? Конечно Мы же такие хорошие Мы же такие хорошие Правда Мы любим всех И все любят нас И мы счастливы Тихо Я не договорила Я ничего не сказала Мы счастливы Мы любим всех Все любят нас Мы добрые Все добрые Конечно у нас все получится Вы же верите в нас? Да Камерами надо Камерами Вы верите в нас? Орубля Спасибо А с момента ваших взаимоотношений Ты как-то регулируешь контент? Эвелина Она вот у тебя все время спрашивает Что можно сказать, что нельзя Спрашивает ли она у тебя Что можно выложить, а что нельзя выложить? Иногда Ну и люди спрашивают Ну и говорю Типа Зачем ты у меня спрашиваешь? Выкладывай Потому что мы примерно двигаемся Ну аккуратненько Чтобы лояльность аудитории сохранять Рекламы там поменьше и так далее Ты как-то регулируешь ее контент сейчас? Да нет Никаким продюсированием ты сейчас не занимаешься? Есть приваточка Что за приваточка? Там самый откровенный контент выходит Что за откровенный контент? Есть еще 16 Он откровенный в другом плане Он имеет в виду У тебя только об этом? У меня только об этом Писки, сиськи туда Откровенный в другом плане Откровенный не в плане я там это Нет, в плане того, что там типа Того, что я там типа общаюсь Рассказываю что-то такое более личное Без этого Сколько вы на этом заработали? Немного, по-моему, тысяч 50 максимум Ну да Сколько сейчас у... Зато сейчас есть чатик Типа комфортный Да, там моя мама модератор Заходите в приватку госпожей С мамой пообщайтесь Girls Team Туда-сюда Сколько сейчас блогерство Евелина Приносит денег в месяц? Такие себе вопросы на самом деле Нам не нравится, пока Да Ну мы даже, кстати, мы даже не считали Сколько стоит один рекламный пост? Секрет Это секрет Можно я отвечу? Это секрет нашей фирмы Мы не раскрываем сумму нашего заработка Ну как вы видите У меня даже нет носков Ну типа у меня нет денег на носки Мы экономим настолько, что типа носков нет Носков нет Ноги воняют адски просто Это правда Это правда Они чуть не задохнулись Сколько в месяц уходит на реснички и ноготочки? На реснички и ноготочки? Ну в Москве у меня уходило Ну ногти у меня выходили в десятку где-то Реснички в тысяч пять-четыре максимум Красивые ногти Красивые, правда красивые Крупный план Ну то есть на бьюти процедуру А я больше ничего не делаю По-моему, только ногти, ресницы Сколько стоят ресницы? Ресницы в тысяч четыре-пять, наверное Ну то есть все вместе Плюс там педикюрчик Туда-сюда бровки Ну тысяч сорок-тридцать максимум выходили Пожалуйста, параметры ресниц Параметры ресниц Не этих Обычно Этих я вообще хуй знает Мне это Это Тут местное, короче Там дело что-то натыкало Я не знаю, что за ресницы Но обычно я делаю лисичку мокренькую 6-7D Объемчик Объемчик 6-7D А что еще там? Какие есть? Из дешечка Длина от десяточки до двадцатки Или восемнадцатой в уголках Лучки делаешь? Лучки не делаю Бесят меня Но это похоже на лучки Это похоже на лучки Это похоже на лучки Но я не просила лучики Я сказала Сделайте мне лису мокрую Они мне лучи за е***ть Давай поговорим Все-таки о блогерах Давай все-таки вернемся С кем знакома вообще? С кем виделась? Мы вообще Познакомились с компанией девочек Меня позвала Позвала На новостей Лялька Которая Позвала меня Ляля Там Пришла туда Ким Ким Которая Ким Ладно Ким Потом Кто там еще был? Меня там точно не было Я не помню как зовут Мадам хлебушек Ксюнтик там была Милди должна была прийти Но она не пришла Мы потом увидели В другой день Мы пришли в гости К кому-то из них Я не помню к кому Кто тебе прям нравится Из нашей индустрии Чтоб ты прям такая Да Я люблю этого человека Он меня вдохновляет Ну раньше нравился Сосанка Ну очень прям нравился Но в момент Когда она типа Не делала попсу Как сейчас Она когда делала Рэпчик какой Трэп 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 Когда все начиналось Так в 18-19 году Вот меня тогда прикалывало Вот тогда мне нравилось А кто сейчас? Скажи, что тебя Инстасанка в блог кинула Да Короче Она меня кинула в блог По-моему в году 20-м В тиктоке Она меня заблокала Потому что я на тот момент Снимала типа Кринжовые какие-то видосы С рыбьим глазом Где я тыкала лицом в камеру И они типа залетали Нормально так Видимо ее это бесило Не знаю У меня версия того То что ее это Типа Ей это бесило Я не могу смотреть ее тикток И типа я все это время Все 4 года Я живу без тиктока Инстасанка Дарья Ну может быть Разблокируете девочку Ну может быть Там контент поменялся Поменялся Больше не рыбий глаз Да А теперь макияжики Теперь макияжики Ну короче Не знаю Меня это обидело Меня это не обижало Нет Я просто вкинула Просто обиделась Просто Нет Просто мне стало Это блин Я смотрела вообще Тикток А мне тут забрали леска Кто не нравится Кто прям бесит Кто прям бесит Блин Вот был кто-то Кто прям бесит Блин Сейчас я вспомню Коль Кто меня бесит Из этих Я что-то говорила Про кого-то Прям бесили Ну ей она бесит Такая сука надменная Я правда не знаю Как она выглядит Но что-то Я что-то там слышала Это нехорошая женщина Очевидно Я называю тебе имя популярного человека А ты говори Что бы ты сделала Обняла его Или послала бы нахуй Луна ком Можно похуй добавить? Нет Ну типа Для пи***й Ну я не... Инстасамка Обнять Конечно Манекен Муж Муж Нельзя Почему не... Что это значит? Что значит нельзя? Ну нельзя Ну не на... Не нравится он себе? Мужчина Это потому что... Молодой человек? Нельзя Коленька сидит Нельзя Не хочется Нельзя Не хочется Нельзя Нельзя Не хочется Запретили Да Не запрещали Сама запретилась Сплитика Нахуй Фрося Нахуй Мылстрой Ни Мылстрой Нахуй Почему? А почему нет? Не Я однозначно Хуй Он отрасительный Он угарил женщину на стриме Он тёлку хуй Башкой обстал Ну типа Ням-ням Почему не нахуй Ну тут вообще Прям нахуй Нахуй Очень большое количество Людей в том числе Которых я тебе перечислила Очень положительно К нему относятся То, что он бабки Раздаёт? Ну да Ну вот мне раздаст Я всё равно Не переменчивая Нет Нет Всё ещё Бустер Дилара Моргенштерн Похуй Даня Милохин Бедолага Похуй Валя Карнавал На которую Так хотелось Быть похожей Я обождаю Обняла бы Жёстко Юля Гаврилина Обняла бы Жёстко Я думала Это один человек Изначально Я думала Что Валя Карнавал И Юля Гаврилина Это одно и тоже Они раньше были Очень похожи Да Сейчас вроде Это Хотя сейчас тоже Похожи Амина Тендер Либо Е Обняла бы Чё нет Нравится тебе? Ну да Ничего такая Ничего такая Вообще Егор Крид Почему? Моя невеста Ты Нет? Питюни дать Питюни дать можно А можно вариант Питюни добавить? Просто я не могу Ты можешь Любой вообще Любой вариант Все варианты Они твои Я бы сфоткалась Сколько ты зарабатывала До Коленьки? Если честно Я не знаю Если у меня Какая-то копеечка На карточку приходила Я сразу же Ее тратила На что тратила? На покушать На поездить На косметику На туда А маме помогаешь Денежкой? Маме денежкой Не помогаю Мама все хорошо Мама все хорошо Маму люблю Мама счастлива Главное И я счастлива Что мама счастлива Мы все счастливы Мы все счастливы Что мама счастлива Что Коленька Сделала для тебя Такого важного Что твоя жизнь Так сильно поменялась Он появился В моей жизни Он все поменял И в твоем доме В моем доме В моей жизни В нашей жизни В нашем доме Все наше У нас все общее Мы счастливы Он изменил все Я счастлива Я была несчастна Стала счастлива Два месяца встречаетесь Да Я самая счастливая Я имею дикий восторг Отпускай Дорогие друзья Постоянная рубрика Подарок от гостя Вам нужно написать Комментарий Под этим видео Самым интересным вопросом Кевелин По вашему мнению Да И вы выиграете Вот эту сумку А за подписку На наши телеграм-канали Которые будут отмечены Под этим роликом Вы выиграете микрофон Расскажи пожалуйста Историю этих вещей И что внутри сумки С этой чудесной сумкой Я проходила очень долго Ну как долго Но я ее носила Точно Клянусь Носила Очень любила Решила отдать вам Потому что Купила новую В сумке Есть подарок Для тех Кто подписан На мой тикток И смотрит меня И знает чем я крашусь Girls Я вам положила Сменный блок Откушенную Чупа-чупс Радуйтесь И next У нас идет Микрофон На который был записан Кусок нашего трека С Вайбой Биджанком Который выйдет Очень скоро Первый трек Госпожи Эвелин Был записан Именно на этот микрофон Еще раз Что я сказала? Первый трек Первый трек Госпожи Первый трек Госпожи Эвелин Был записан Именно на этот микрофон Всем большое спасибо За просмотр Жду ваши комментарии Подписывайтесь на телегу И всем Приятного вечера Goodbye, bitches Bye